Вместо гимна России стучание клюшками по льду, а сама площадка напоминает о чемпионстве ЛОКО 2019. На трибунах тренеры главного локомотива Дмитрий Красоткин и Вячеслав Уваев и некоторые игроки-молодежки. Первая встреча ЛОКО в этом межсезонье против Череповецкого Алмаза для простых зрителей была закрыта, а состав ярославцев и забиловал новичками. У некоторых ребят это вообще первая игра в МХЛ, поэтому идут только наброски основной игры, которая будет в сезоне. Поэтому, что сегодня не реализовали, будем стараться в следующих играх реализовывать. В первые минуты инициативой владели гости. Галкиперу ЛОКО Егору Тулепову приходилось выручать партнеров. Установка Игоря Меликова, для которого этот матч стал дебютным на новом посту, на активную игру стала работать чуть позже. Главный момент периода, выход один на один, ЛОКО не реализовал. Бершай прошла и следующая часть матча. Здесь соперники стали построже играть у своих ворот. На эквадоре матча Алмаз решил сменить галкипера. Льва Чернулича на Александра Козлова. Последний дал себя пробить. Игра была больше не на нашей, и не на их стороне. В принципе, сразу видно, что игроки не сыграны, пятерки не сыграны. И у нашей команды, и у той команды. А в принципе, провели довольно хороший матч. Думаю, тренера оценили состояние нашей команды и есть над чем работать. Именно Антон Лукичев стал автором первой шайбы ЛОКО в этом межсезонье. Отличился через 64 секунды после начала третьего периода. Развить успех хозяевам долгое время не удавалось, пока Данил Гутик не прорвался к воротам и не сделал пас в неудобной руке на Тимура Ахунова. 2-0 за три минуты до сирены, а последнюю шайбу Данил Тисанов отправил уже в пустые ворота. Не сказать, что и счет крупный, последний шайб был пустые ворота. Скажем так, два периода с половиной играли до гола. Нам удалось это реализовать, да, свой момент. И потом, ну скажем так, может быть где-то более раскрепощенно начали действовать наши ребята. После сирены команды по летней традиции сошлись в булитах. Здесь чуть лучше выглядели череповчане. Завтра ЛОКО также в арене 2000 сыграет второй товарищеский матч против Мэтичинского Атланта. Он начнется в 14.00. Дмитрий Жданюк и Антон Комаров. День в событиях.